Если вам давно хотелось балагана, но вы взрослый, а взрослые, как известно, люди приличные, здесь, в выставочном зале, можно наконец расслабиться и перестать изображать из себя патриарха. В Перми состоялся один из самых несерьезных фестивалей – фестиваль Мишек Тедзи и его друзей. В этом году событие проходит под флагом театра. Самые яркие его персонажи – Тедзи Алярюс, Тедзи Евгений Онегин и готический Тедзи. Очень стало модно направление, особенно после фильмов «Сомерки», очень стало модно направление какого-то вампиризма, что-то страшненького захотелось. Ну да, они, милыми их не назовешь, но они очень нравятся людям, они что-то затрагивают, какие-то струнки в душе. Возможно, несовершенство игрушки роднит ее с нами, а возможно, это и есть цель искусства – вызывать не чувство умиления, а целую гамму сложных чувств. И там, где весь мир предпочитает расслабиться, мы продолжаем упорно выискивать достоевщину. Во всяком случае, большой специалист в области тедизма из Германии выдвигает похожую версию. Россия вообще – это отдельный стиль в мире, и я это очень уважаю, это очень интересно. Здесь, знаете, в Германии, мишка Тедди – это как друг, всегда дружелюбный, милый. Здесь это по-другому, здесь это искусство, это что-то особенное. Еще страннее выглядят Тедди Ольги из Новосибирска. Ее мишка в маскарадных ушах и дырой на штанине. При этом он совсем не смотрится, как персонаж из фильма ужасов, а даже наоборот. Немного помят, при этом истинный джентльмен. Секрет стильности позаимствован автором у прибалтов. Тема театр. Мы берем обычного Тедди. Что мы делаем? Мы делаем определенный смешной головной убор. Наши бы побоялись сделать прибалты, сделали бы и сказали, отлично, это весело. Они бы надели еще на себя. Шедевр практически из ничего. Вот у них есть на рабочем столе кусочек бумажки, газетки, фотография какая-то, открытка, кусочки ткани разные, вот те, которые используются. Он так посмотрит, отлично, смотрите, вот этот цвет сюда, а бумажка, ну как же, а он в душе Денди, дай-ка я ему вот сюда. И нет проблем с тем, что кто-то это сказал нельзя, или, например, техника не позволяет, или, например, вот, а могу ли я это сделать? А почему не могу? То есть никогда не задумывается прибал, то есть он сделает. Создавать из ничего целый мир, избегать догм и не думать, что творчество – исключительно прерогатива профессионалов. Тот, кто дошел до фестиваля на этих выходных, наверняка дошел и до этой нестрашной, на самом деле, истины. И нашел, наконец, своего медведя. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».